всем привет сегодня еще расскажу о некоторых нюансах работы с программой fs архивер архиватор вот один из вариантов посмотрите вот это вот мой внутренний жесткий диск он называется sda это наиболее частое название хотя у других могут быть диски самыми разными буквами ну вот у меня внешне допустим на sdb у меня здесь операционка никакая не установлена поэтому практически тут нечего сохранять еще раз обращаю внимание диск sda так вот на внешнем жестком диске я создаю вот такую вот папочку master boot record или папочка главные загрузочные записи открывая папочку sda теперь смотрим открываем наш фс-архиватор и у нас задача теперь какая вот смотрите сохранить мбр дпт и восстановить мы сначала сохраним спрашивает куда пожалуйста идем на диск sda 8 посмотрим так вру на юзера linux дата вот у нас папочка мбр дпт и в ней есть папочка сда вот указываем не сдд а именно сда нажимаем кнопочку мбр дпт сохранить файлик абсолютно крошечный сократ сохранился сразу вот она занимает всего лишь один мегабайт но спасет вас от очень большого скажем геморроя если у вас вдруг на экране выскочит сообщение что он вообще там ничего не видит флешки загрузились через программу фс-архиватор заскочили к себе там или на внутренний раздел жесткого диска на вашу кладовочку или на внешний и вот из этого файлика таким же макаром она только проделали обратно операцию восстановление то есть все то же самое только вот здесь восстановить восстановить сохранить вот реста то есть восстановить таким же образом ищите значит халик свой вот он он вот он он сидит и нажимаете на кнопочку реста восстановить и тогда в принципе в большинстве случаев у вас все это дело восстанавливается вместо черного экрана вы видите как говорится опять нормальное загрузочное меню вот такая вот интересная скажем так есть особенность значит в предыдущих уроках мы говорили о сохранении раздела жесткого диска с установленными на них операционными системами и так далее можно сохранять директорию можно восстанавливать директорию все таким же образом можно сохранять значит или директорию или раздел жесткого диска по сети на облако или восстанавливать по сети с облака а можно делать клонирование жесткого диска значит или создать его значит образ там ну варианты самые разные вот когда кнопочку нажмете у вас тут выскочит допустим диск sda сохранить на диск там sdd и пошли варианты значит вот один клонирование вот если вы нажмете допустим вот здесь то это будет просто клонирование а тут значит первое он может создать значит образ жесткого диска всего целиком значит а может значит его восстановить целиком вот таким вот образом то есть программа fs-архиватор сделана скажем так на слове есть и работает она нормально не забывайте только про шифрование не забывайте значит выставлять количество ядер своих процессоров и не забывайте что вот это хорошо для линуксов газип стандарт хорош именно для сохранения разделов windows вот практически и все значит поэтому трудно трудно переоценить трудно переоценить значение допустим вот того что мы сделали мастер бут рекорд потому что значит значит бывает так что и разделы восстанавливается сохраненные программы fs-архиватор а меню загрузки как говорится черненькое и там висит там групп бутлоудер и надпись что не могу найти а вот взяли как говорится восстановили и все у вас будет в разы надежнее вот таким вот образом поэтому значит вот эту полезняшку я вам рекомендую ну и сейчас вот покажу еще одну полезняшку значит в стандартной сборке значит супер бут менеджера вот идешь просто на групп я говорю именно о группе так вот если вы нажимаете вот на группу эмулятор то вот такого вы не увидите потому что вот это вот дело эмулятора надо ручками ставить вот никуда от этого не деться а вот как все это дело ставится а очень просто вишенки значит имеется команда для установки загрузчика и вот я специально прокрашу для вас скажем так красным цветом вот вот это вот командочка сначала ставится загрузчик и затем в терминале вставляете эту команду и вставляется нормальный эмулятор бург эмулятор в загрузчике меню работает нормально а групп вот что-то там такое не то и короче надо ставить вот эту команду тогда у вас будет работать и групп эмулятор вот таким вот образом штучка полезная тоже как говорится особенно там при настройке может иногда бывает что бург ставится не на все системы а групп он как говорится и в Африке групп работает практически почти что на всех системах практически вот такой вот коротенький довесочек к программе фс архиватор ну значит рекомендую то есть если вы создали откатные копии сделайте еще откатные копии скажем так вот своих жестких дисков то есть сохранить и их master unacceptable records то есть загрузчики вот это очень важно наряду с тем что вы сохраняете разделы жесткого диска и там он тоже пишет что вроде бы こう сохранит там запись там загрузочную Делайте еще и отдельно вот это вот. Это вам спасет очень много, как говорится. Это сохранит вам много времени и спасет от многих неприятностей. Ну ладно, вот такой урок о двух полезняшках. Думаю, что вам они будут полезными.